А сейчас в Украине. Не знаю, судя по парламентским эпопеям, есть ли хоть один депутат в парламенте, который может мыслить глобальными стратегиями. Дело в том, что там уже собрался пропутинский полностью парламент. Потому что, я очень коротко пройдусь, возник внутри блока Петра Порошенко антикоррупционная платформа с Мустафой Инаемом, с Лещенко, молодежь. 15 депутатов. Виктор Чуманов. Которая пошла фактически в оппозицию к руководству фракции блока Петра Порошенко, обозвав, что в Народном фронте и в Яценюк это все путинские и пропутинские. А Народный фронт фракция собралась, сказала, что самая вообще пропутинская фракция это как раз блок Петра Порошенко. Они прямо так не сказали. Они сказали, что все, кто хотят отставки Яценюка, а про отставку Яценюка Юрия Луценко, лидер фракции, мы поговорим. Все, кто это отставки Яценюка, это кремлевский переворот. Томенко сказал, что самое прокремлевское правительство, это как раз правительство Яценюка. В общем, боролись, боролись и выбрали все-таки самый прокремлевский парламент, который, к сожалению, конечно, никаким образом вообще не думает, а где вот в этой всей глобальной структуре, вот в этой теме грядущего передела Ближнего Востока, а Ближний Восток вообще дело тонкое, влияющее на всю планету, судя по тем вещам, которыми занимаются украинские депутаты, там нет людей, которые могут мыслить хотя бы на четыре шага вперед и думать, а где место Украины вот в этой всей конструкции? Эй, заявка сделана. Когда, сейчас, когда ИГИЛ на этой неделе уже объявил Украину своим врагом? Да, есть такое. Интересно за что? А в это время, да, интересно за что, конечно, а в это время в Украине. Значит, парламентский... Союзник Запада. Сейчас только, боже упаси, чтобы стать на арабском языке и навещание не сделал, и не выпустил туда на видео фэмин с плакатами «Украина, это Европа, и друг США». Да-да-да, иди все. И тогда нам точно объявят Джихаб. Вот и так уже. Поэтому, так сказать, это плата за то, это плата за отказ от, собственно, идентичности при попытках постоянно куда-то вступить. Вот вступили в Запад, имеем дело с ИГИЛ. Ну, вступили бы в этот, в Союз с Россией, бы та же самая история была бы. Имеем дело с Западом, да. Может быть, выбрать свой путь? Ну ладно, это не здесь, не в этой программе. Так вот, коллеги. Время национального государства закончилось. Да, к сожалению. И об этом можете посмотреть, кстати, в программе «Ритоксикация сознания». Ну, если посмотреть на Кургенстан, возможно, только начинается. И Афганистан, и Персия. Поэтому, давайте очень коротко, вот так вот, под финал, под занавес программы, ситуация в Украине. Ну, на Донбассе идут некрупномасштабные обстрелы, перестрелки. Это все там вялотекущий, такая сочащаяся такая рана, да. В это время в парламенте антипрокремлевские силы делят Кремль, да. Там несколько речь идет про парламент, там, скорее всего, все, что вокруг парламента происходит. То, что в парламенте происходит, то, что там сейчас происходит, это как зеркало Украины. Вот это вот раздрай, драки, какие-то споры и так далее. Одновременно с этим. Вот наш телеканал уже показывал эту информацию. Сейчас идет попытка отбить рейдерский захват одной из крупнейших гостиниц Киева. Понимаете, идет сейчас вот, помимо того, что происходит в парламенте, у нас идет вот эта дележка непонятно чего по всей Украине. Плюс на этом фоне идет непонятно какие боестолкновения на Восточном фронте. Вот, где, в принципе, непонятно вообще для каких целей происходят вот эти вот боестолкновения. То ли это с целью потом наступать, то ли это с целью прощупать вражескую территорию, не знаю. То ли это с целью просто занять солдаты-боевиков, занять чем-то, каким-то делом, чтобы они не напивались и не устраивались. Ну, основные где? На запад, на северо-запад от Донецка. Маренко, Красногоровка, Авдеевка, то есть там, где был правый сектор. Там, где СИЧ, ну, Свободовские подразделения. Там, где Днепр, один. Вот. Вот этот участок, там аэропорт Донецкий, все. Это вот ОУН-батальон, да, был там добровольный. То есть на этом участке оно уже почти никогда не прекращалось и не прекращается. Чему может привести этот парламентский кризис? Не знаю, Гиви с той стороны или кто-то еще там какой-то, которого никто не может удержать, что он тот или целенаправленно. С этой стороны, может быть, эти вот неформально находящиеся там добровольцы. Не рискует ли Украина быть в этой ситуации разделена на очередные кусочки, кому что достанется? Рискует. Рискует разделиться сначала по границам влияния определенных групп финансовых, а потом вообще по границам влияния определенных государственных групп, которые находятся. Потому что, ну, что такое, грубо говоря, что такое наши бандиты местные, если у врагов больше серьезнее и... Я думаю, что не расколется, учитывая то, что все-таки Петр Порошенко, можно относиться к нему по-разному, но он осуществляет довольно успешно того, что называется централизация власти после того разброда, который был в прошлом году. То есть потихоньку, потихоньку его критикуют, но тем не менее, может, нам не нравится то, что делает Порошенко, лично на нас можем ощутить. Но в целом, по крайней мере, он с центробежными тенденциями пока что относительно, относительно успешно борется. Он борется с центробежными тенденциями олигархов, но никак он не борется с центробежными тенденциями именно местного населения, который, в принципе, сколько процентов? 20% его поддерживает на Украине. Тут уже не важно, сколько его поддерживает. Пора отойти от этих мифов Майдана, что Майдан – это вся Украина. Этот миф выборами разрушен, местными выборами. Нет, Майдан – это вся Украина. Майдан – это вот здесь. Вот там, где рука легла, это Майдан. Все. И то там Полтавская область непонятно, да, вот возможно. Вот это Майдан. А то все – другая Украина. Да, то Грузия. Да, ладно, Новогрузия, да. Ну, что можно сказать по поводу разборок в Раде? Дело в том, что, учитывая крайне сложные отношения с Россией, самый простой способ дискредитировать противника – это называть его кремлевским агентом. Чем все пользуются друг по отношению к другу? После Майдана, на предыдущих выборах, политическая ситуация и зоны влияния еще не сложились. Поэтому голосование голосовали так, как проголосовали. И многие силы то голосование не устраивает. Поэтому, и разделение власти, которое сложилось после него. Поэтому существует возможность того, что коалиция в Раде не сформируется, Рада будет распущена, и будут новые выборы. И каждая политическая сила хочет за счет другой прирастить свое влияние. Ох, не зря, наверное, президент заговорил о втором сроке. И вот это вот дробление, кстати, вот это дробление в парламенте, это может быть просто-напросто запуском каких-то пробных, да, будущих новых проектов, под которые ставят президентскими партиями. В том числе вот эта антикоррупционная платформа, да, ядро составит эти молодые зеленые, неопытные, ну, некоторые слишком опытные. Вот тех, которого уже по всем СМИ затаскают с обвинениями в коррупции, политики затрут во всех телеканалах. Вот их-то, да, отбрасывают, да, в тень уходят, а вот новые проекты. Благородные, чистые. Примания не снеги ставят. Новая президентская сила, да. То есть своего рода такой способ ребрендинга. Ну вот, а я напомню, что 17 канал поступает сугубо за единую, целостную, неделимую, унитарную Украину, где слышен голос каждого, где люди живут в мире, согласии и любви. И на любом языке. И на любом языке, и с любой религией.